Здравствуйте! В эфире информационная программа АЛЛАТО. В студии работает Светлана Кматалиева. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Вопрос оплаты проезда в маршрутках будет решен в мае. Столичный муниципалитет направил письмо в Минэкономике о повышении платы за проезд в общественном транспорте. Открыт новый корпус столичной средней школы номер 19. Участие в церемонии торжественного открытия приняла вице-премьер Эльвира Сурабалдеева. Дополнительный корпус рассчитан на 198 мест. План выполнен, но с меньшей суммой. В прошлом году Государственная налоговая служба собрала более 62 миллиардов сомов налогов. Однако из-за пандемии коронавируса сумма собранных налогов была снижена почти на 16 миллиардов. Его острое слово пронизывало до глубины души. Сегодня родные близкие почтили память великого Манасчи и поэта-импровизатора Сапарбека Космонетова. Вопрос оплаты проезда в маршрутках будет решен в мае. Столичный муниципалитет направил письмо в Минэкономике о повышении платы за проезд в общественном транспорте. После детального рассмотрения мэрия примет соответствующее решение. Об этом сегодня заявил мэр Бишкека Балбак Тулебаев на встрече с руководителями транспортных компаний и водителями. Подробности в следующем материале. Исполняющий обязанности мэра Бишкека более двух часов провел встречу с закрытыми дверями с представителями фирм-перевозчиков и водителями маршрута. Напомним, накануне последние потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов. И более половины водителей приостановили работу. Они объяснили это ростом цен на автозапчасти и продукты. Зайдите в новостройки, туда не могут заехать троллейбусы и автобусы, только маршрутки. А мы заезжаем туда и оттого ломается транспорт, рессоры, взрываются баллоны, разбиваются стекла. Во время пандемии мы возили граждан в обсервации. За это нам не заплатили ни сумма. Мы обсудили вопрос повышения тарифов за проезд. Нам пообещали, что в течение трех месяцев этот вопрос будет решен. Мы согласились, уже 9 лет не поднимался тариф. Но пока решают этот вопрос, мы поставили свое условие – снизить тариф на патенты соцфонд. Водители уже неоднократно обращались в мэрию с просьбой повысить стоимость проезда. Последний раз он увеличивался с 5 сомов до 10 в 2012 году. Принимая во внимание инфляцию, мэр направил письмо в Минэкономики для рассмотрения этого вопроса. Мы отправим письмо в Минфин. После будет создана рабочая группа, которая рассмотрит этот вопрос детально. Как только рабочая группа предоставит свой отчет, вопрос повышения тарифов будет поднят на повестке дня в Бишкекском городском Кенеше. У них тоже есть свои процедуры. Это может продлиться до мая. Я могу принять меру в отношении водителей. Но если завтра полторы тысячи маршруток не выйдут на линии, в городе будет хаос. Также исполняющий обязанности городоначальника сказал, что в отношении тех, кто ломал водителям двери, бил стекла и всячески препятствовал их работе, проводятся проверки. Нарушители понесут ответственность. В городе орудует 5-6 таких групп. Они ходят и бьют стекла тем водителям, которые выехали на линии. Сегодня до вечера мы должны их найти и наказать. На сегодняшний день маршрутные такси перевозят более 60% пассажиров в городе. Несмотря на то, что на балансе центра около 400 автобусов и троллейбусов, половина из них нуждается в ремонте. Если с 1 февраля школы, детские сады и высшие учебные заведения начнут работать в полную силу, спрос на общественный транспорт также возрастет. Улан Касенов, Ирлан Джуншалиев, Бехсултан Курман Бегулу, Аллато 24. Итоги референдума по определению формы правления ЦИК еще не огласил. А по предварительным данным лидирует вариант президентская республика. За него проголосовали около 80%. Потому окончательные результаты голосования принципиально уже не изменятся. Почему кыргызстанцы проголосовали за такую модель госустройства? Не не аналитика в материале, а я надежу Киевой. Ответственность. Именно ее аналитики называют основной причиной подавляющего большинства голосов кыргызстанцев за президентскую форму правления. При таком раскладе глава государства ответственен буквально за все. Для президента президентская форма правления означает, что, во-первых, ответственность теперь у президента увеличивается. Так как некоторые полномочия переходят уже к президенту. Если мы переходим к президентской форме правления, то получится так, что президент является и главой исполнительной власти. То есть правительство будет уже теперь подотчетно только президенту в своей деятельности. И поэтому за работу правительства теперь полностью будет отвечать президент. Прошедшие выборы и референдум отличались от предыдущих. В этот раз не было массового подкупа голосов избирателей. Не использовался и админресурс. А это, соответственно, отразилось и на явке граждан. А такой выбор кыргызстанцев гражданские активисты называют результатом работы парламентариев. И работой этой граждане недовольны. Страна сейчас нуждается в лидере. Потому что, видите, за последние десятилетия, с момента принятия предыдущей конституции, 2010 года, мы прожили, то есть общество посмотрело, насколько имеют риски, насколько имеют отрицательные стороны, парламентская форма правления. Потому что мы же в любом случае это видели, насколько политические партии, к сожалению, иногда в некоторых случаях очень корыстно относятся к своим интересам. Они только используют свои интересы, достигая тех или иных политических высот. Кыргызстан был парламентской республикой, но только де юре фактически же государством управлял президент. Этот факт необходимо было закрепить юридически, чтобы, наконец, появился ответственный человек. При этом теперь процедура импичмента значительно упростится. По предварительным результатам проголосовавшие граждане в большинстве своем выбрали президентскую модель государственного устройства – около 80%. Президент Хорватии Зоран Миланович поздравил Сидора Чапарова с избранием президентом. Он выразил надежду, что даже в эти трудные времена Хорватия и Кыргызстан будут продолжать укреплять и углублять свои отношения и сотрудничество. При этом совместные усилия по улучшению экономических отношений особенно важны, говорится в тексте поздравительного послания. Поздравил Сидора Чапарова с победой на выборах и президент Никарагуа Даниэль Артега. Правительство примирения и национального единства Никарагуа намерено и дальше укреплять узы дружбы, солидарности и сотрудничества, а также продолжить совместную работу во имя диалога и взаимопонимания, говорится в поздравительном послании. Свои поздравления в адрес Сидора Чапарова поздравил и президент Сербии Александр Вучич. Убежден, что с вашим вкладом дружеские отношения и сотрудничество между нашими странами будут улучшаться во всех областях, представляющих взаимный интерес, говорится в поздравлении главы Сербии. Поздравил Сидора Чапарова с победой на выборах и спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан. Евросоюз готов продолжать работать с Кыргызстаном как на двустороннем, так и на региональном уровне, чтобы помочь в продвижении реформ, укреплении устойчивости и процветании республики в соответствии с принципами недавно заключенного соглашения о расширении партнерства и сотрудничества. Как отмечает Буриан, ЕС понимает огромные проблемы, с которыми сталкивается Кыргызстан и намерен продолжать оказывать помощь, обмениваясь передовым опытом и знаниями. Экономический форум Евросоюз Центральной Азии, который запланирован на конец этого года в Бишкеке, в значительной степени послужит хорошей возможностью для содействия экологическому и устойчивому восстановлению и развитию в Центральной Азии, говорится в поздравлении. Объемы добычи угля за 10 лет выросли без малого. В пять раз вице-премьер Равшанбек Сабиров провел совещание по вопросу состояния и перспектив развития угольной утрасли. Относительно лицензирования было отмечено, что по состоянию на 23 мая 2019 года выдано 187 лицензий на угольные месторождения. Из них 114 на разработку, из которых 71 находится на стадии проектирования. Проведенный анализ показал, что в 2018 году 71 лицензиат не выполнил условия соглашений. Заслушав информацию, Сабиров озвучил ряд предложений, направленных на улучшение состояния угольной отрасли и дал соответствующие поручения госорганам. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов ознакомился с деятельностью Госслужбы финансовой разведки. Он отметил, что следует повысить уровень взаимодействия и координацию работы с правоохранительными органами, которые в недостаточной степени реализуют или используют материалы органов финансовой разведки. Вице-премьер поручил в недельный срок представить предложение по улучшению работы в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. При этом основной упор необходимо сделать на поддержку экономики страны и внедрение новых информационных технологий в работу службы, сказал Мамытканов. В прошлом году Государственная налоговая служба собрала более 62 миллиардов сомов налогов и полностью выполнила поставленный план. Однако из-за пандемии коронавируса сумма собранных налогов была снижена почти на 16 миллиардов сомов. А при выполнении плана учитывалась деятельность основных налогоплательщиков от добычи полезных ископаемых, торговли, строительства и услуг. Подробности у Аяны Байзаковой. В прошлом году из-за пандемии коронавируса правительство снизило сбор налогов на 16 миллиардов сомов. Поскольку из-за карантина была приостановлена деятельность почти во всех секторах экономики, это оказало прямое влияние на сбор налогов. Однако Государственная налоговая служба полностью выполнила установленный для них план. В 2020 году собрано 62 миллиарда 958 миллионов сомов. Пандемия ударила и по нам. Многие предприниматели приостановили свою работу. Поэтому мы сделали для них некоторые послабления и сдвинули сроки уплаты налогов. В настоящее время основная часть налогов поступает от горнодобывающей, строительной и торговой отраслей. В прошлом сельское хозяйство было одним из основных секторов, приносящих прибыль в бюджет страны. Сейчас его объем не превышает 17%. Поэтому эксперты говорят, что необходимо усилить работу основных налогоплательщиков, показатели которых в прошлом году снизились. По данным ГНС, только 14% торговцев заплатили свои налоги. В цветной металлургии – 26%. В системной связи – 6%. В строительстве – 4%. По финансовым услугам – 6%. Электроэнергии – 4%. Несмотря на прошлогодний кризис, горнодобывающая промышленность платит налоги вовремя. По итогам 11 месяцев поступило 3 миллиарда 76 миллионов сомов. Это на 2 миллиарда 400 миллионов сомов больше, чем в 2019 году. Основной доход ГНС составляют налоги. Это около 70%. Во время пандемии сбор налогов заметно снизился. Но наши сотрудники все равно хорошо выполняли свои обязанности. Бывали дни, когда налогоплательщики платили за несколько месяцев вперед. Этим они очень помогли нам. В прошлом году Государственная налоговая служба показала хорошие результаты по сбору страховых взносов. Всего собрано 33 миллиарда 190 миллионов сомов, что на 163 миллиона сомов больше, чем в 2019 году. Аяна Байзакова, Чингус Джумагулов, Аллато, 24. Многоквартирного жилого дома, ресторанов, магазинов и автозаправочных станций в Аше. По предварительной оценке, общая стоимость недвижимости бывшего начальника управления Финпола составляет более 4 миллионов долларов, что не соответствует его легальным доходам. 18 января он был выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Повторно задержан бывший директор госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Джумаканов, сообщает Госкомитет нацбезопасности. АКС выявила очередные коррупционные схемы в деятельности госинспекции по факту организации госзакупок биопрепаратов и вакцин по завышенным ценам, систематических поборов денег с подчиненных, а также незаконного назначения на вакантные руководящие должности лиц, не отвечающих квалификационным требованиям и без проведения обязательного конкурса. В рамках досудебного производства бывший директор госветинспекции Водворенов СИЗО ГКНБ ведется следствие. Министр внутренних дел Улан Язбеков вручил ключи от автомобилей сотрудникам региональных подразделений. Спецмашины предназначены для укрепления областных ОВД. Три специализированных автомобиля оборудованы радиосвязью и рабочими столами. Сегодня у здания МВД состоялось торжественное вручение. Микроавтобусы переданы в ОВД Токтагульского, Тюбского и Монасского районов. Кроме того, по инициативе МВД переданы автомашины для передвижных приемных милиции Чоналайского РОВД Ожской области, Баткенского РОВД и УВД Аша. В настоящее время на территории республики работают 42 передвижные приемные милиции. В этом году планируется открытие ППМ в каждом районе страны. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдеева приняла участие в церемонии торжественного открытия нового корпуса средней школы номер 19 в Бишкеке по улице Кулиева. Школа была возведена в 1963 году. В 2019 году была заложена капсула под строительство дополнительного корпуса, рассчитанного на 198 ученических мест. По словам вице-премьера, несмотря на дефицит бюджета, правительство приложит все усилия для завершения намеченных в рамках этого года проектов по строительству объектов образования. Построенные еще в прошлом веке, а точнее в далеком 1963 году здания средней школы номер 19 давно необходимо было снести полностью и возвести новое. Но, как и всегда, все упирается в финансы. Все же, несмотря даже на пандемию, столичному муниципалитету удалось завершить хотя бы строительство дополнительного корпуса. Руководство и педагоги школы не скрывают радости, ведь они, как никто другой, знают всю прелесть ветхого здания. В новом корпусе условия созданы как для учеников, так и для преподавателей. Классы светлые, теплые и с новым инвентарем и удобной мебелью. В каждом учебном кабинете имеется раковина, где дети могут мыть руки, тем самым соблюдать санитарные правила. «144 квадратных метра со всеми условиями, с конференц-залом. И вот у нас создались такие прекрасные условия. И теперь дети целый день могут находиться в школе, отзаниматься первую смену. После обеда кабинеты свободные, могут заниматься дополнительными занятиями». Существующая мощность школы – 520 учеников. Фактически, в ней обучаются в два раза больше. Пристройка позволила увеличить количество ученических мест на 198. Торжественная церемония открытия нового современного корпуса школы приняла участие вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. По его словам, несмотря на дефицит бюджета, правительство приложит все усилия по завершению намеченных в рамках этого года проектов по строительству объектов образования. «В фокусе внимания правительства, объекты здравоохранения и образования мы это ставим первоочередной задачей. Отрадно, что для наших детей, которые были вынуждены учиться онлайн, подготовлены вот такие удобные учебные классы с современными интерактивными досками, хореографическим классом и библиотекой. Здание возведено за счет финансирования и активного участия мэрии Бишкека». «В этом году сдастся два садика, если все так же будет финансироваться, и будет семь пристроек к школам. То есть в этом году мы планируем сдать. Это дополнительные корпуса, примерно на 200, на 150. К сожалению, не получается полностью новые школы строить, потому что бюджет ограничен. Вот эти семь школ, они будут пристроены на республиканском бюджете». «Пристройка, сейсмостойка, рассчитана на 9 баллов. Новый корпус со старым зданием соединяет отапливаемый переход. Кроме того, он укомплектован школьной мебелью и компьютерной техникой». Улан Касенов, Тимур Садагалей, ФАЛАТО, 24. А тем временем в целях повышения качества образования и учебного материала был образован Республиканский учебно-научный центр ОКУ-КИТБ. Он будет отвечать непосредственно за качество учебников, работая совместно с авторами, корректорами, учеными и издательствами. Так, учебники, подготовленные авторами и издательствами, теперь будут проходить четыре вида экспертизы вместо одной. В Минобразовании уверены, что это повысит качество учебного материала и исключит грубые ошибки и неточности. Учебники с грубыми ошибками, пожалуй, этот скандал помнит каждый. Разбирательство по ним до сих пор не закончено. А в некоторых школах и вовсе продолжают обучение по обракованным книгам. Чтобы не допускать в будущем выпуск подобных некачественных учебников, Минобразование создало Республиканский учебно-научный центр ОКУ-КИТБ. Отсутствие вот этой единой базы, отсутствие системного обучения и анализа в каком состоянии, каков потенциал авторов, какие их основные проблемы. Вот это главная была беда. Вторая проблема – это отсутствие базы экспертов. Их обучение, системное повышение их потенциала и сертифицирование. И третье – это размытость ответственности. То есть было несколько организаций, которые занимались, и был только один вид экспертизы. А сейчас, наконец-то, мы на протяжении нескольких лет, изучив опыт успешных стран и преодолев разные преграды, мы создали центр-учебник. Учебно-научный центр будет работать совместно с авторами книг, учеными, корректорами и издательствами. А также теперь вместо одной экспертизы книг будет проводиться четыре – научная, научно-педагогическая, антидискриминационная и гендерная, и педагогическо-практическая экспертизы. Издатели, авторские коллективы могут участвовать на конкурсе. Конкурс заранее, как ранее, официально объявляться не будет. Для этого создается тематический план издания учебников, учебно-метрических комплексов. Согласно тематическому плану, любое издательство, издательский дом может участвовать на этом процессе. Здесь акцент тоже делается не на школу, а на конкретные учителя. То есть создаются базы данных апробаторов, базы данных экспертов, и в дальнейшем госучреждение ОКГТВ будет пользоваться этой базой данных. Но такому нововведению не рады авторы учебников для школьников и студентов. Говорят о неэффективности подобной работы. Качественных учебников не добиться, если не будет детализированной проверки, как это было, к примеру, в советское время. Это создание вот таких центров и так далее. Тут это, как говорят, бюрократские решения, или уход бюрократский от решения проблемы. Раньше вот это хороший опыт был при СССР. В шестом началах так называемой учебно-метрической секции по каждой специальности. На общественных началах никакие деньги не получали, которые отвечали как раз за содержание качества каждого учебника. Вот его не хотят. Однако с таким мнением не согласны представители издательств. Раньше им приходилось выполнять двойную работу, так как в типографии имеется штат корректоров, которые после проверки еще раз пересматривают книги на наличие ошибок. Но если такую работу не проводить, то типография может выпускать книги без проверки, возложив ответственность полностью на автора. Такая практика и привела к известному скандалу про учебники с ошибками. Потому что при тиражировании ничего не исправляешь. Как они должны нам готовые книжки дать. Мы с готовой книжкой должны были тиражировать. Несколько случаев было, что они дали нам электронную книгу, чтобы тиражировать. Много ошибок. Мы вынуждены были им обращаться, чтобы пролить договор, чтобы исправить ошибку. Правильно, что в данный момент все равно мы сами исправляем эту ошибку. Типография или издательство. Мы с издательством работаем. Поэтому все редакторы, корректоры сейчас такого, при союзе такого нет. Надо их подготовить. Чтобы исключить выпуск некачественных учебников, а также коррупционную составляющую, всем процессом по выпуску учебников для школьников и студентов будет заниматься учебно-научный центр. Ответственность за качество учебного материала также ложится на экспертов и руководство центра. Такая работа должна в корне поменять систему выпуска книг, но прежде всего повысить качество учебников и, соответственно, получаемых знаний. Надежда Усова, Руслан Саботаров, Аллато 24. Ситуация с коронавирусом в стране остается несколько напряженной. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурбулот Усенбаев. Также было отмечено, что в Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев коронавирусной инфекции и вне больничной пневмонии. Подробности в следующем материале. Расслабляться еще рано, так как коронавирус все еще циркулирует среди населения. Соответственно, эпидемиологическая ситуация остается напряженной, так как каждый день наблюдается то понижение, то повышение числа заразившихся, сказал замминистра здравоохранения Нурбулот Усенбаев. За прошлые сутки было проведено 2402 ПЦР-анализа, в результате которых было выявлено 22 подтвержденных лабораторных случаев COVID-19 и также обратились за медицинской помощью 68 пациентов с признаками болезни. Поэтому расслабляться тоже достаточно не стоит. Достаточно такой уровень еще есть, когда нам нужно все равно соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев коронавирусной инфекции вне больничной пневмонии. А потому требования по санитарным и гигиеническим нормам остаются актуальными, поскольку они существенно влияют на снижение коронавирусной инфекции в стране. В Кыргызстане за прошедшие сутки в Бишкеке зарегистрирован 21 случая. В Ошении – одного случая. В Чуйской области – 37, в Ошской области – 1. В Таласской тоже ни одного зарегистрированного случая. В Джалабадской области – 3 человека. В Норинской области – 2, в Иссыкульской – 23, в Баткенской – 3. Всего за весь период зарегистрировано 83 268 случаев COVID-19. За сутки от коронавируса выздоровели 128 пациентов. Всего за весь период выздоровели 79 249 человека. От COVID-19 умерли 3 человека. Всего за весь период умерли 1390 человек. Среди медицинских работников COVID-19 не выявлено. На стационарном лечении находится 742 пациента. Также Нурбалот Усенбаев отметил, что в целях недопущения нового штамма коронавируса в страну на пунктах пропуска усилены санитарно-карантинные меры, а также внедрена система анкетирования. Мы со всех пассажиров, независимо от гражданства, у нас допускается на паспортный режим только при наличии справок с отрицательным результатом ПЦР-анализов. На случай, если появятся просрочки или же есть какое-то сомнение, то на пунктах пропуска будут задействованы пункты забора материала, для того, чтобы мы могли организовать быструю проверку и не допустить случаев завоза на нашу территорию. Также на брифинге уделили внимание ученикам школ, которые вернулись к традиционной форме обучения. Образовательные учреждения полностью обеспечены дезинфицирующими средствами, масками и антисептиками. Около 6 тысяч учителей начали работу в обычном режиме. Кыргызстан отказывается от американской вакцины против коронавируса Пфайзер из-за финансовых вопросов, сообщил в эфире Беринчи радио министр здравоохранения Алымкадыр Бишиналиев. По его словам, Глобальный альянс по вакцинам предоставляет бесплатно вакцины странам, у которых нет средств массово закупить их. В частности, по словам министра, Кыргызстану предоставили на рассмотрение Пфайзер и бесплатно в рамках членства в альянсе предоставили бы больше миллиона доз. Как отметил министр Пфайзер, хорошая вакцина, но чтобы привезти ее в Кыргызстан и довести до населения, нужны холодильники, обеспечивающие минус 70 градусов для хранения. Таких у нас нет, сказал Бишиналиев. Введение мэрии Бишкека 66 котельных, обеспечивающих горожан теплом и горячей водой. Из них на сегодня 22 не переоборудованы под газовое отопление. Как рассказали в мэрии, в скором времени этот вопрос должен решиться, так как правительство выделило для этого 220 миллионов сомов. Вице-мэр столицы Баймбет Байгараев ознакомился с работой городских котельных. Рассказывает Достан Касканов. Котельная в жилмассиве «Газгородок» обеспечивает теплом и горячей водой 35 многоэтажных домов, а это более полутора тысяч человек. Она работает с 1983 года. В течение прошлых лет котлоагрегаты работали благодаря обновлению обмуровки котлов и газоходов. Позже теплотехнические показатели ухудшились, из-за чего здесь произвели модернизацию. Вице-мэр Бишкека ознакомился с работой новых газовых котлоагрегатов. По словам директора коммунального предприятия «Бишкек Теплоэнерго» Баймбета Байгазиева, у новых котлов коэффициент полезного действия гораздо выше, и они не несут экологической угрозы, в отличие от угольных. «По сравнению с теми, разница КПД составляет 20%. В данное время котел работает в экономном режиме, автоматическом, без участия оператора. В целом, здесь базовая котельная. Кроме того, мы обслуживаем внутридомовую систему. В случае аварии внутри квартиры обслуживают и слесаря, и теплотрассу тоже. Также дежурная бригада держит ежедневно. Здесь базовая котельная, и кроме того, вокруг, в этом районе, находится несколько котельных, которые при случае аварии, выходит аварийная бригада с этой базы». Также вице-мэр столицы ознакомился с работой котельной школы-интерната номер 21, которая обеспечивает теплом 50 образовательных учреждений. В прошлом году за счет средств «Бишкек Теплоэнерго» здесь была проведена реконструкция угольной котельной более чем на 5 миллионов сомов. Газовые котлы не несут экологической угрозы, как предыдущие отметили на предприятии. На котельной установлены два газовых котла по 400 киловатт, насосное аварийное оборудование и узел учета природного газа. «В прошлом году «Бишкек Теплоэнерго» по собственным средствам перевел на газ. Сейчас вы сами увидите разницу. Раньше стояли вот такие печи для угля, а сейчас вы сами увидите, один 300 киловатт, второй – это 400 киловатт. Газовые котельные стоят. Разница в том, что сейчас это в данное время газовые котлы для нас очень удобно». Проблема «Смога» в Бишкеке стоит на повестке городских властей. Чтобы решить ее, необходимо переоборудовать угольные котельные в газовые, что значительно уменьшит вредные выбросы в атмосферу. Из 66 котельных 22 еще нуждаются в переоборудовании. В свою очередь для этих работ правительство выделило 220 миллионов сомов. Достанка сканав Азамат Хадыр Тухтоев, Аллату, 24. Представители Министерства чрезвычайных ситуаций рассказали на брифинге об итогах работы за прошлый год. Было зарегистрировано 33 происшествия, что на 3% больше, чем в 2019-м, рассказал замминистра Калыс Ахматов. В 2020 году было зарегистрировано 2746 пожаров, а в 2019-м – больше 3000. Также сотрудники МЧС во время пандемии доставляли ГУМ-помощь из разных стран по всей республике. Весь груз был доставлен в срок и по указанным адресам, сказал Ахматов. Планируется возобновить обучение специалистов в оффлайн-режиме, отметил он. Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики занимались согласно плану поставленного правительством Кыргызской республики. Учитывая, что у нас были финансирования, многие статьи были сокращены, все были направлены на борьбу с пандемией. В связи с этим у нас многие поставленные задачи по улучшению быта, закупке средств и других имуществ были приостановлены. Надеюсь, что эти упущенные моменты будут восстановлены в 2021 году. Бишкек-Водоканал внедрил единую информационную службу. Короткий номер 1533 объединил пять диспетчерских служб подведомственных предприятий Водоканала. Единый информационный центр будет работать круглосуточно, без выходных и праздников. Операторы будут принимать заявки и жалобы от горожан по вопросам водоотведения, водоснабжения, а также показания счетчика за холодную воду. Создание службы позволит оптимизировать работу Бишкек-Водоканала. Сегодня здесь работает 27 сотрудников дежурно-диспетчерской службы и инфоцентра и 30 слесарей, которые работают круглосуточно. Всего на этом участке на сегодняшний день работает 57 человек. Конкурс, в котором приняли участие 130 молодых изобретателей со всех уголков страны, завершился. Соревнование на лучшее изобретение началось еще весной, а сегодня 26 начинающих Кулебиных получили заслуженные награды. Некоторые из них, кстати, подписали контракты с крупными компаниями, рассказывает Елена Ткаченко. Этот аппарат распыляет антисептик, стоит только поднести к нему руки. Контролируется конструкция с помощью ультразвукового датчика. Восьмиклассник из Ашара, Дбек Дженебеков, за один день придумал такую вот идею, а на следующий день реализовал ее. Рассказывает, что с помощью такого антисептика соблюдать саннормы куда проще и правильнее. Хочу представить вам автоматический робот-антисептик, который очень полезен перед операциями, хирургических дел, общественными местами. Ну, например, допустим, человек, который путается, да? Я видел одно видео, где один человек перепутал термометр с антисептиком, случайно брызнул в глаза. Потом позаботился об этом и сделал робот-антисептиком. Этот робот очень полезен для общественных мест, как я говорил, и очень технологичный. Среди тех, кто принял участие в конкурсе и победил, были ребята из Токмака, Бишкека и Аша, а также из Сыкульской области. Все, кто не смог приехать, приняли участие в мероприятии онлайн. Очень много талантливых ребят, и каждое их изобретение достойно самых высоких наград. Я желаю всем стать знаменитыми учёными и прославить наш Кыргызстан на весь мир своими изобретениями. В прошлом году Кыргызпатент объявил о проведении второго республиканского конкурса для старшеклассников, в котором приняли участие сотни ребят-изобретателей со всех уголков страны. Теперь самыми успешными изобретениями заинтересовались различные компании, и ребята получили контракты на реализацию своих проектов. Почему бы нам не стать Кыргызстаном, не стать страной экспорта наших IT-идей, инновационных продуктов? Всё это начинается с детства. Поэтому мы проводим очень много мероприятий именно по взращиванию у школьников такого навыка критического размышления, навыков технических наук, IT-обучения. Вот это всё нужно сейчас вкладывать детей, для того, чтобы мы в будущем получили свободных, свободно мыслящих, критически мыслящих, разумных и дающих инновационные предложения наших молодых людей. С каждым годом среди школьников появляется всё больше интересующихся IT и другими технологиями. А их инициативы реализуются в крупных мировых компаниях. 30% лучших изобретений и инноваций в истории современных технологий были созданы молодыми людьми в возрасте до 15 лет. Продолжается проект КТРК и благотворительного фонда «Илимбар Сумбы» от сердца к сердцу. Сегодня собранные средства были переданы матери годовалой Арузат, у которой спинально-мышечная атрофия. Телезрители собрали для девочки 56 тысяч сомов, но для лечения требуется ещё более 190 миллионов. С этим диагнозом может помочь единственное лекарство – зулгенсма, которое считается самым дорогим в мире. А начать лечение нужно уже в марте. Желающие помочь малышке могут привезти любую посильную сумму на кошелёк «Эльсом» фонда «Илимбар Сумбы» по номеру 0772-00-2015. Мы нуждаемся в финансовой помощи в первую очередь и также в информативной помощи. Нам не хватает огласки, чтобы вся страна о нас сдала. Также хочу поблагодарить всех, кто уже помогает. Также нам помогают, нас поддерживают фонд «Илимбар Сумбы». Спасибо им большое. Год назад, 19 января, кыргызская культура понесла непоправимую трату. Сегодня родные и близкие почтили память великого монастчи и поэта-импровизатора Сапарбека Космомбетова, возложив к его могиле цветы. Сапарбек Космомбетов – выдающийся монастчи. Его острое слово пронизывало до глубины души. Его не стало ровно год назад, на 86-м году жизни. Это большая потеря не только для родных и близких, а для всей культуры Кыргызстана. Сегодня день памяти отца, говорят дети поэта-импровизатора. А раньше этот день был праздником. Собирались всей семьёй и отмечали годовщину свадьбы родителей. Делится воспоминаниями дочка Смомбетова. Это первый год без него. Очень сложно и горько. Сегодня исполнилось 62 года со дня свадьбы наших родителей. Но, к сожалению, папа нет с нами. И это грустно. Мы всегда собирались вместе, чтобы поздравить родителей. Но сейчас мы пришли на его могилу, чтобы почтить его память. Это был сложный год. Мы часто смотрим видео его выступлений. Это стало неким источником силы, чтобы бороться с такой невосполнимой потерей. Он читал Манас с ранних лет. У него много последователей. Все они оказывали нам поддержку. Почтить память Манасчи пришли не только его близкие, но и последователи, друзья, почитатели его творчества. Деятели культуры признали Сапарбека Касмомбетова как выдающегося чтеца-импровизатора с ярким острым словом. Насоспитал Сапарбека там, так как ему удавалось читать Манас, редко кому удается. У него был определенный слог. У него было видение в семилетнем возрасте, что подтолкнуло его к чтению Манаса. Он выбрал этот путь, расширяя и усовершенствуя свое мастерство. Сказания поэта-импровизатора Сапарбека Касмомбетова были переведены на английский язык и опубликованы в Великобритании. А Манас был охарактеризован британскими эпическими экспертами как феноменальное явление и опубликован Институтом азиатских и африканских исследований Лондонского университета. Великий Манас Чи поднял эпос Манас на международный уровень и декламировал его во многих зарубежных странах. Сапарбек Касмомбетов читал Манас как будто это сказка, мягко и слаженно. Это умел делать только он. Был старейшим и самым известным современных Манас Чи. Сапарбек Касмомбетов также широко известен как писатель и поэт. В кыргызской национальной литературе эпические произведения Бала Манас Баяны, Акула стали одной из жемчужин кыргызской литературы. Кроме того, его произведения «Асыл Эне», «Балык Чибаяны», «Балак и Ялы» включены в школьную программу. Надежда Усова, Руслан Саботаров, Аллато 24. В Бишкекском государственном университете почтили память лингвиста, лексикографа, педагога, литературоведа, фольклориста, тюрколога Кусина Красаева. В рамках онлайн-конференции «Достойная жизнь. Кладезь наследия» состоялось награждение видных ученых-лингвистов, внесших вклад в развитие кыргызского языка с золотой медалью имени Кусина Красаева. Рассказывает Достан Касканов. В Бишкекском государственном университете имени Карасаева состоялась научно-практическая онлайн-конференция «Достойная жизнь. Кладезь наследия», посвященная 120-летию Кусина Красаева. На ней деятели науки обсудили вклад Карасаева в развитие науки, языка и его большое наследие. Мероприятия в честь академика Карасаева проходят по всей республике. Мероприятие прошло и у нас, так как наш вуз носит имя этого великого человека. Основной целью конференции состояла в том, чтобы почтить память ученого тюркского мира и обсудить современные состояния и достижения тех областей кыргызской лингвистики, начало которым было положено в основном трудами Кусина Красаева. Ученые, внесшие вклад в развитие кыргызского языка, награждены золотой медалью имени выдающегося лингвиста тюркского мира Кусина Красаева. Он оставил за собой огромное наследие. Теперь наша цель изучить его работы, проанализировать. Сегодняшнее мероприятие как раз нацелено на это. Так, в конце 20-х годов прошлого столетия Карасаев выпустил пособие «Саббат Ачкыч» и совместно с Арабаевым стал автором кыргызского букваря «Джанглых». Позже в Москве совместно с Юдахиным он работал над составлением и выпуском кыргызско-русского словаря. Также Карасаев является автором многочисленных лингвистических трудов на кыргызском языке, и это лишь малая часть его трудов. Культура кыргызского языка, правописание, орфография. Карасаев стоит у истока всего этого. Его вклад в развитие лексикологии огромен. Он посвятил свою жизнь науке не только языка, но и переводу, журналистике. Он является сооснователем или даже основателем лексикологии нашего языка. Было предложение, и оно включено в резолюцию, это подготовить к изданию полное собрание сочинений Кусеина Карасаева и ранее неопубликованные его труды, и разместить их в интернет-сайтах для свободного доступа. Труды Карасаева, сумевшего в равной степени совместить выдающуюся научную деятельность с педагогической, являются бесценным источником для филологов всего тюркского мира. В целях широкой популяризации среди молодежи трудов Кусеина Карасаева обсуждался вопрос о ежегодном проведении Олимпиады спич-конкурса в викторины республиканского значения. Сегодня православные христиане во всем мире отмечают крещение Господне или Богоявление. В праздник вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтечия, креститель в водах Иордана. Крещение Господне, отмечаемое 19 января, один из самых древних праздников христианской церкви, знаменующий окончание рождественских святок. Православные христиане в этот день по традиции окунаются в водоемы. Считается, что в крещении вода в них обретает чудодейственную силу и способна исцелить от многих болезней. Между тем, Бешкекская и Кыргызстанская епархия просят православных верующих воздержаться от крещенских купаний. Как сообщается, запретить епархия не имеет права. Это лишь рекомендации из-за ситуации с коронавирусом. И на этом наш выпуск завершен. Далее информация о погоде на завтра. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания.